Всем привет! Меня зовут Карина, и сегодня мы будем говорить про постоянный ток, а именно про условия возникновения и существования электрического тока, про его направление, про силу тока и про электрический ток в проводниках. Мы уже с вами знаем, что заряды бывают положительные и отрицательные, и что одноименные они отталкиваются, а разноименные притягиваются. Здесь все просто и понятно. И электрический ток может возникать, когда у нас выполняются два условия. Первое – это то, что у нас есть свободные заряженные частицы, и то, что у нас есть вокруг них электрическое поле. Тогда электрический ток сможет протекать. Из этого следует, что электрический ток – это направленное движение заряженных частиц. Принято считать, что электрический ток направлен от плюса к минусу. И еще говорят обычно о том, что по проводнику текут электроны от плюса к минусу, электрон отрицательный, что-то здесь не так. На самом деле у нас есть и положительные частицы, и отрицательные. А отрицательные текут к плюсу, положительные к минусу, потому что разноименные притягиваются заряды. Соответственно, направление тока – это весьма условная величина, которая нужна очень сильно для решения задач. Но физический смысл таков, что действительно частицы направлены в обе стороны, и направление тока очень условно. И величина тока – это, собственно, сила тока. Она равна отношению количества заряда, прошедшего через некоторую поверхность за некоторое время, к величине промежутка времени, за которое оно прошло. То есть это изменение заряда на единицу времени. Если мы возьмем проводник, то в нем, соответственно, у нас будут течь носители заряда, свободные носители заряда, те частицы, которые имеют заряд и могут перемещаться в пространстве. И в проводнике у нас уже будет постоянный ток. То есть там нельзя взять изменение заряда, а можно взять только постоянную величину. Ну, собственно, заряд, поскольку величина всегда остается постоянной, то формула меняется на просто q, деленное на t. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.